План спасения. Бытие 3, 19. Закон неизменный. Закон неизменный. Каин же питался чувством недовольства, противления и выдавал свое несогласие Богу за проклятие, данное касательно земли и рода человеческого из-за греха Адама. Он, Каин, допустил, чтобы ум его блуждал по тем же путям, которые привели сатану к падению, развивая желание самовизвеличения и ставя в сомнение праведность и авторитет неба, святость. Каин и Авель были испытаны так же, как и их отец Адам, раньше для доказательства, если они будут верить и слушаться Слову Божьему. Они знали меры, принятые для спасения человека, и понимали систему жертвоприношения, которую установил Господь. Они знали, что через эти жертвы нужно показать веру в Спасителя, которого представляли, и одновременно признавать их полную зависимость от Него, что касается прощения. Они знали, что через послушание святого плана для их спасения дали были доказательства послушания воли Господа Бога. Без пролития крови не могло быть прощения греха. «Ибо душа всякого тела есть кровь Его, она – душа Его» – Левитам, 17 глава, 11-14 стихи. А они должны были демонстрировать веру в кровь Христа, как обещанное искупление, принося, как жертвенный дар первородного истада. Кроме того, нужно было приносить перед лицом Господа, как дар благодарения, первое из плодов земли. Авель принёс жертву из стада, как требовали учения Господа, и презрел Господь на Авеля и на дар его. «Бытие 4.4». С неба сошёл огонь и проглотил жертву. Но Каин, легкомысленно принимая указания, прямое и ясно объяснимое данное Богом, принёс свой дар только из плодов земли. «С неба не сошёл огонь, как знак, что жертва была принята, а на Каина и на дар его Господь не презрел». В «Бытие 4.5 стих». Авель старательно советовал, просил брата своего, чтобы приблизился к Богу по правилам, установленным небом. Но не удалось, а наоборот Каин ещё настойчивее следовал собственным путям. Будучи старшим братом, считал, что он выше замечания своего младшего брата и обесценил его совет. Каин предстал перед Богом, имея в своём сердце недовольство и неверие касательно обетованной, обещанной жертвы и на необходимость принести жертвы как дары. Его дар не доказывал покаяния и непризнь ко греху. Он думал, как и многие сегодня, что это было бы доказательство слабости, следуя в точности плану, установленному Господом. Чтобы уверовать полностью для спасения в обещанного Искупителя и Спасителя, он, Каин, не принёс Агнца и не соединил кровь Агнца со своим даром. Он принёс плоды свои, фрукты и овощи. Он открыто показал только частичное послушание. Главная часть – признание, необходимость, нужда в Избавителе была им проигнорирована, пропущена из виду. Верою Авель принёс Богу жертву лучшую, нежели Каин. Евреям 11.4 Авель понял великий принцип спасения. Он признал себя грешником, увидел грех и плату за грех, смерть, стоя между своей душою и общением с Господом Богом. Он, Авель, принёс заколотую жертву, жизнь жертвенную, признав, приняв требование закона, которое было нарушено. Через пролитую кровь смотрел на будущую жертву, Христа, умирая на Голговском кресте, ставя уверенность в избавлении, что следовало быть принесена там, получил свидетельство, что оправдан и прощён, а жертва его принята. Авель избрал веру и послушание, Каин, неверие и противление. Каин и Авель представляют два класса людей, которые будут существовать в мире до скончания века. Один класс из них пользуется системой жертвоприношения за грех, установленный небом, в то время как другой базируется на собственные заслуги. Их жертва лишена святой ходатайственной силы, чтобы опять иметь части в благодати Господа Бога. Те, которые не чувствуют необходимость в крови Иисуса, которые верят, что могут через собственные дела без благодати неба обеспечить своё благословение Господа, ошибаются и подобны Каину. Если не принимают очищающей крови, они находятся под осуждением к смерти вечной. Другого пути быть свободным от проклятия греха не существует. Класс поклонников, следующий примеру Каина, составляет большую часть мира, так как все религии, неистинные, основывались и основываются на том же принципе, что человек сам может спасти себя собственными силами. Одни поддерживают идею, что человечество не нуждается в спасении, а в прогрессе, что человек может развиваться, возвышаться и родить заново от себя. Как Каин считал получать благость неба через дар без крови жертвенной, так и все те, кто ожидают поднять, возвысить человеческий род на высоту небесного стандарта без нужды в искуплении. История жизни Каина показывает, как и куда может дойти человек, отвергающий Христа свой закон. «Именем Иисуса Христа Назорея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которому надлежало бы нам спастись». Деяние апостолов, 4 глава, с 5 по 12 стих. Истинная вера, что полностью основана на Христе, подтверждена будет через послушание, исполнение всех предписаний и требований Божьего закона. От днея дама до настоящего времени великая борьба ведется касательно выполнения святого закона Господа Бога. Во все века были, есть люди, которые претендовали, что имеют право на благословение Бога, даже когда не признают одну или более Его заповедей. А Святое Писание ясно говорит нам, что без дел деяние послушание вера мертва. «Но хочешь знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Якова, 2 глава, 20-26 стих. Апостол Иоанн дальше развивает эту истину. «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает тот лжец, и нет в нем истины». 1 Иоанна, 2-4. Когда Каин увидел, что его жертва была отвергнута, он разгневался на Бога и на Авеля. На Бога за то, что не принял то, что человек принес вместо жертвы, установленной Господом, а на Авеля, его брата, потому что выбрал слушаться Бога вместо того, чтобы с ним объединиться против Создателя. Каин ненавидел и убил своего брата за то, что дела его были злые, а дела брата его праведны. 1 Иоанна, 3-12. «Также во все времена злые ненавидели праведных, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличались дела его, потому что они злые». Иоанна, 3-20. «Чем сильнее больше свет небесный, отраженный характером работников, верных Господу, тем яснее видны грехи тех, не боящихся Бога, и тем сильнее будут их действия истреблять тех, кто беспокоит их мир, спокойную жизнь и земные удовольствия». Убийство Авеля было первым на случай вражды, о которой Бог сказал, что будет семенем между семенем жены и семенем сатаны, между Христом и его последователями, и сатаной и его последователями. Через грех человека сатана получил, взял власть над человечеством, но Христос сделал и делает мир, чтобы скинуть его ярмо. Каждый раз, когда через веру вагнца Господа, Бога, одна душа решает отказаться служить греху, ярость сатаны возгорается. Святая жизнь Авеля была свидетельством против поддерживания обвинений сатаны, что невозможно, чтобы человеку соблюдать закон Бога. Когда Каин, вводимый злым духом, увидел, что не может подчинить себе Авеля, так сильно прогневался, что лишил младшего брата жизни. И сколько раз найдется кто-то, стоящего на защиту праведности закона Божьего, каждый раз тот же дух, дух Каина, будет открыто сопротивляться ему. Этот же дух, который на протяжении всех веков разжигал огонь для истребления учеников Христа. Но жестокие нападки на последователей Иисуса идут от внушения сатаной и его воинства, потому что они не могут заставить верных истине подчиняться им. Это гнев побежденного врага, осужденного на вечную смерть. Каждый умерший и кто умирает во имя Христа Иисуса, умер и умирает как победитель. Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Иоанна, 11 глава, 25-26 стихи. Несмотря на то, что за его грех Каин заслуживал вечную смерть, милостивый Создатель сохранил ему жизнь и дал шанс покаяться. Но Каин жил только для усиления недовольства против небесного авторитета и стал отцом, родоначальником целого ряда развратников и падших. Сохранив жизнь первому убийце, Бог дал всей вселенной урок в связи с великой борьбой. Темная история жизни Каина и его последователей была доказательством, что могло случиться, если бы было разрешено грешнику жить вечно и привела бы в исполнение восстание его против Господа Бога. Безграничная любовь Бога не имела другого результата, как то, что грешники стали безобразны, грубыми, жестокими и провокаторами в их беззакониях. Более 15 веков после суда неба над Каином Вселенная была свидетелем урожая, которого Он принёс своим примером и опытом в зверских криминальных разрушениях, что наполнили всю Землю, планету. Увидели, что решение небесного суда, смертного приговора над падшим человеческим родом из-за нарушения закона Божьего было как праведным, так и милосердным. Ангелы небесные открыли нашим первым прародителям план Бога Неба, составленный для их спасения. Адам и Ева получили заверение, что вопреки их большому и тяжёлому греху они не будут поставлены под контроль сатаны. Определённый срок испытания, который им был дан для покаяния и веры в Иисуса Христа, дал им возможность стать снова детьми Божиими. Требуемая жертва за беззаконие открыла Адаму и Еве святой характер закона Бога, и увидели они вновь виновность и результат их греха. В их самоосуждениях и боли они просили, чтобы наказание не пало на Него, того, чья любовь была источником всех их прошлых радостей, но чтобы пришла над ними и их наследниками. Но им было сказано, что поскольку закон Господа Бога является основанием своего правления Вселенной, как и на Земле, ни даже жизнь одного ангела не могла быть принята как жертва за их непослушание. Ни одно из требований закона не могло быть аннулировано или изменено для того, чтобы идти навстречу человеку в его падшее состояние. Только Сын Божий, который создал человека, который только Он мог произвести, исполнять это избавление. Не только человек, но и Земля из-за греха попала под злую силу. Бытие 3.17. И нужно было вернуть через план спасения. Только что созданный Адам был назначен как властителем над всей планетой Земля, но при падении в искушении он попал в подчинение Сатаны, власть которого имел раньше, перешла к его победителю. Таким образом, Сатана стал Богом всего века. Второе послание Коринфянам 4.4. Он захватил силой обмана и хитрости власть над землей, но Христос своей жертвой оплатил наказание греха, не только как искупление человека из греха, но и возвращена потерянная власть над планетой Земля. Таким образом, были открыты Адаму важные элементы из истории спасения от объявления вердикта Небесного Суда до потопа и далее до первого пришествия Сына Божьего. Адаму было показано, что в то время, как жертва Христа была достаточно ценна для спасения всего человечества, многие будут желать выбирать грешную жизнь, чем послушание и покаяние. Преступность и разврат пойдут по нарастающей из поколения в поколение, и проклятие греха будет расти и прессовать все больше и тяжелее над человеческим родом, над животными и над землей. Дни человека станут короче из-за проклятия греха, человек станет ниже ростом и слабее физически, и что касается силы сопротивления и силы моральные и интеллектуальные, пока мир не наполнится всякого рода трудностями, напряжениями, немощами, проказами и беспорядком. В удовлетворении своих желаний и похоти люди будут не в состоянии больше определить и понять великие истины небесного плана спасения. И все же Христос, верный цели, за которую оставил небо, продолжает взирать на людей, приглашая прятать слабость и ошибки свои в нем, принести к его ногам, имеет желание заботиться о состоянии всех тех, которые через веру пришли к нему, и приглашает их бороться за истину жизни. И все же будут и те малочисленные, которые сохранят познание Господа Бога и останутся незапятнанны, непоколебимы среди беззаконий, что усиливает и умножается вокруг их. Жертвоприношения были установлены Богом, чтобы были для человека постоянное напоминание и признание полного покаяния своего греха, как и свидетельство своей веры в Искупителя, обещанного, обетованного. Они имели и имеют роль укрепить в человеческом роде, падшем, истину, что грех был тот, кто принес смерть. Сатана находится непрерывно в работе, с неустанной энергией и по тысячу масок, чтобы представить в плохом свете правление Господа Бога, с хорошо составленными планами, с силами таинственными, сверхъестественными, спиритизм, магия, обман. Он воевал и продолжает воевать, чтобы держать жителей всего мира в страхе, руководимые лжеучениями своими, нападками на Творца, Создателя Миров Вселенной, в том числе и планеты Земля, с человеческим родом ее. Всезнающий и безграничный Господь Бог знает конец от начала, а в раскрытии зла планы Его расширены и многовмещающие. Его цель была не только устранить мятеж, но и показать всей Вселенной развратную природу великого обманщика. В постепенной реализации своего плана Бог дальше показывает как праведность, так и милость Свою, оправдывая полностью мудрость Свою в том, что Он излагает зло. Жители других миров, небо, с большим интересом следили за событиями, происходящими на Земле. В существующих условиях допотопного мира они ясно увидели последствия правления, которое Люцифер старался внедрить на небе, отстранив авторитет Христа и убрать в сторону закон Бога. В развращенных грешниках допотопного мира они увидели покорных, над которыми властвовал Сатана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok